привет всем на канале в комментариях попросили побольше рассказать про преподавание в японии и я решила что самый главный вопрос который непременно нужно осветить это стереотипы о японских студентах правда или неправда когда я только готовилась начать преподавать в японии я наслушалась большого количества историй о том какие они японские студенты и вот какой примерно у меня сложился образ перед тем как я пришла работать что японские студенты это такие старательные очень старательные очень приличные хорошо себя ведущие но при этом пассивные студенты которые никогда не говорят что им не нравится прямо но при этом не слишком-то боятся вылететь из университета потому что из японского университета вылететь фактически невозможно что из этого правда что из этого ложь давайте я расскажу про свой собственный опыт во первых правда ли это что японские студенты пассивны я бы сказала что это очень сильно зависит от того что вы преподаете где вы это преподаете кому вы это преподаете студенты очень очень разные опять же если вы преподаете какой-то предмет который преподается по выбору то есть студент может его выбрать и он сам по себе достаточно интересен и к вам точно приходят студенты которые хотят именно этот предмет изучать то скорее всего у вас будет достаточно хорошая активность среди студентов они будут участвовать в обсуждении в дискуссиях так далее но если вы преподаете предмет обязательный и к тому же кому-то каким-то студентам которые вряд ли заинтересованы в этом предмете то конечно они будут пассивными ну например я вообще думаю что вот это представление о японских студентах очень пассивных сложилось из-за того что иностранцы в японии в основном преподают английский причем обязательно английский а япония страна достаточно большая с неплохой экономикой и многие студенты искренне понимают зачем этот английский нужен потому что они не собираются никуда уезжать из японии не будут здесь работать зачем изучать английский поэтому да поэтому ведут себя достаточно пассивно тем не менее расшевелить любую группу можно это не проблема я скажу наверное немножко неприятную вещь но тем не менее если у вас группа пассивно пожалуйста не думайте что это нормально не списывать это на то что это японцы они всегда такие не надо делать эту ошибку значит вы что-то все-таки делаете с ними так я эту ошибку однажды сделал правда не по отношению к студентам ну вернее по отношению студентам но не из-за того что они японцы дело в том что я давно заметила что у меня самый самыми пассивными являются студент экономисты они не хотят изучать английский вот когда я преподавала в основном английский то именно экономисты у меня были самыми пассивными и как-то у меня подобралась ну совсем пассивная группа ничего не хотели делать и честно сказать я на них забила это был второй год моего преподавания я еще не очень хорошо представляла как можно расшевелить настолько пассивную группу и поплатилась в результате у меня были отзывы на урок значительно хуже чем других группах теперь я понимаю что я могла бы еще попытаться как-то их расшевелить так что не совершайте эту ошибку студенты не должны быть пассивные второе старательный студентов опять же точно зависит от студентов но учтите что если вы не преподаете в каком-нибудь крупном государственном университете который реально очень трудно попасть в которой идут только самые мотивированные а преподаете ну скажем маленьком региональном то студенты мотивированы не на учебу они мотивированы на получение диплома и еще так что при этом не сильно надорваться поэтому скорее всего ваши студенты будут делать ровно то что необходимо и все что можно не делать они будут стараться не делать это стоит учитывать и если вы хотите чтобы у вас были нормальные отношения со студентами то сильно напрягать их не стоит и тем более если вы хотите чтобы что-то было выполнено то это нужно непременно говорить студентам ясно и четко ну например вот от этого зависит ваша оценка пожалуйста сдайте это потому что если вы этого не скажете то полгруппы у вас это просто не сдадут это реальная ситуация у меня такое было третье являются ли японские студенты такими приличными и насколько хорошо они ведут себя на уроках ну я бы сказала что бывает разное в целом студенты действительно скорее ведут себя хорошо но есть некоторые вещи которые очень раздражают преподаватели с которыми например я впервые столкнулась в японии в я такого просто не наблюдал в частности две вещи первое ну давайте объединю это в одно да в японии студенты искренне считают что они могут активно не участвовать в лекции то есть демонстративно да не то что они хотят этим что-то показать просто они не видят ничего страшного в том чтобы лекция не участвует например у вас на уроке могут заснуть так положить голову на парту и спать и я например их бужу и я столкнулась с тем что часто студенты даже не понимают в чем проблема почему их разбудила и не давай им поспать поэтому мне приходится теперь на первой лекции всегда это озвучивать и говорит что на этой лекции спать нельзя если я вижу спящего студента я его бужу второе это студент может на вашем уроке начать заниматься чем-нибудь другим как правило относящимся к урокам например раскладывать свои там тетрадочки не знаю сидеть писать там что-то явно не относящиеся к твоему уроку и опять же считать что он полностью в своем праве ну вот вот так вот получилось ему нужно доделать какой-нибудь там доклад к следующему уроку ну что поделаешь если мы приходится это делать на твои лекции он же присутствует опять же мне приходится это пресекать я этого не выношу в то же самое болталка тоже может быть если у вас на задней партии сидят закадычные друзья они могут болтать и могут даже в карту начать играть девочки могут тоже разводить всякие шуфуканье между собой это тоже бывает откровенных попыток сорвать лекцию мне пока не попадалось но я об этом слышала других классах не знаю почему у меня такого не было тем не менее стоит понимать что и такое у вас тоже может быть опять же это очень сильно зависит от университета я думаю что такого не бывает в крупных и по-настоящему крутых университетах потому что опять же все очень сильно мотивированы на работу но вот я я преподаю в региональном хорошем региональном университете и туда попадают далеко не только те студенты которые реально хотят учиться и наконец еще две последние которые на мой взгляд имеют под собой какую-то реальную основу первое студенты никогда тебя прямо не скажут о том что им что-то в лекции не нравится увы правда это исходит из того что в японии да по-прежнему очень четкая иерархия и вот что смешно до студенты не считают что они должны тебе полностью подчиняться то есть они могут делать что-то такое что тебе не понравится на лекции но тем не менее они считают что раз ты учитель они ученики то за лекцию целиком и полностью отвечаешь ты и ты опять же решаешь что на ней читать все они не имеют права тебе по этому поводу ничего сказать поэтому скорее всего будет вам будет очень тяжело добиться от студентов ответа все ли им нравится все ли им понятно не хотят ли они чего-то нового если вы хотите этого добиться то необходимо выстроить целую систему получения вот этого фидбэка в любом университете конечно есть специальные оценка лекций которые идут после уже того как лекция прошла но как вы понимаете это не очень помогает строить вот эту конкретную лекцию у меня была ситуация когда через год вот когда лекция закончилась даже не первый семестр оба семестра закончились и я получаю вот эти отзывы на лекцию и в них вижу строчку сделайте пожалуйста буквы в powerpoint больше потому что я не могу разобрать что вы там пишете лекция закончилась то есть и весь год молчал ты весь год не видел что написано на слайдах и молчал если вы не хотите вот такого то во первых нужно выстроить свое общение со студентами так чтобы они могли подходить к вам персонально во вторых время от времени например проводить какое-то анкетирование причем анонимное посылать им какую-нибудь форму в которой они могут высказать свои претензии анонимно них может выскажу опять же даже завести себе доверенное лицо который будет подслушивать разговоры других студентов а потом передавать его вам это может быть не очень этично но вполне действенно просто потому что они то говорят между собой они говорят они просто этого вам не говорят так что это вариант если вы потом наказывать за это не будет я считаю что ну ладно ну подумаешь и такое можно ну в общем будьте готовы что вы от них не добьетесь ответа на вопрос что с вашей лекции не так до тех пор пока лекция не закончится да еще кстати в интернете полно всяких сайтов ну понятно дело не на японском в которых студенты могут написать что они думают о том или другом преподавателем вот погуглите вы можете просто погуглить свое имя и ваша оценка вылезет и из нее вы можете получить даже наверное больше чем от этих официальных университетских анкеток и наконец последнее действительно ли в японских университетах так уютно студентам что они не боятся из них вылететь по большей части да из японского университета очень трудно вылететь но в нем можно застрять на многом долго лет поэтому будьте готовы к тому что студенты будут не очень сильно бояться завалить ваш предмет потому что они могут его взять на следующий год или еще на следующий вот кто будет бояться так это те кто получают всякие гранты на учебу и так далее но скорее всего это будут самые активные студенты с которыми у вас будет уже контакт и вы сможете опять же отслеживать их прогресс они будут к вам подходить интересоваться если вдруг что-то не так конечно и среди них попадаются странные кадры которые могут целый год вообще ничего не делать а потом обвинить вас в том что вы их специально завалили у меня был такой случай но тем не менее я бы сказала что на этом стоит просто не сосредотачиваться это не ваше дело здесь уже пусть студенты сами решают им ваш предмет интересен им он важен или он не важен так что низа и не советую ориентироваться на том что студенты не сдав ваш предмет сто процентов не вылетит из университета но в то же самое время не старайте их на этом не старайтесь их на этом предмете сильно задержать пусть сами решают им это нужно или нет ну вот я надеюсь что такая оценка окажется вам полезна если есть еще какие-то вопросы именно к системе образования или преподавания пожалуйста я буду рано на них ответить спасибо пока пока